Создадим новое приложение. Назовем его ROG3. Владимир Владимировна, поставьте свой микрофон на мут, нам как-то не спамить эфир. Выключить микрофон есть такая кнопочка. Итак, создали новое приложение. Когда мы создаем новое приложение, то в нем нет данных. И программа просит вас добавить новые данные. Вы можете данные просто перетащить сюда с помощью мыши. Любой файлик, экселевский, прямо в программу. Это мы еще дальше рассмотрим. Можете загрузить данные из разных источников и нажать кнопку «Редактор загрузки данных». В редактор загрузки данных можно перейти из приложения, когда вы его открыли, из готового. Здесь у нас есть несколько пунктов. Есть пункт «Редактор загрузки данных». Мы на него нажимаем и переходим в такое окно, в котором у нас будут располагаться скрипты загрузки. Для того, чтобы создать новое подключение, нам надо нажать кнопку «Создать новое подключение», подключиться к данным. Я сейчас первым делом подключусь к базе данных, которая у меня заранее подготовлена к уроку. Для этого использую коннектор DBC. У меня есть база данных. Я просто нажимаю кнопку «Создать подключение», выбираю базу данных, нажимаю кнопку «Создать подключение», и у меня в правом столбце отображается вновь созданное подключение к базе данных. Справа мы создаем подключение. Это могут быть подключения к папкам, к базам данных, к веб-файлам. И эти подключения у вас сохраняются, и потом вы можете их использовать уже для загрузки данных. Как загрузить данные. Мы добавляем плюсиком новый раздел. Назовем этот раздел «Клиенты». Главный. «Создать новый лист базы». Теперь, чтобы нам загрузить данные из базы данных, мы выбираем вот эту галочку, нажимаем «Выбрать данные». Программа сейчас сканирует всю базу и скажет, что у нас в базе данных столько столбцов. Мы можем выделить все столбцы галочками, отметим, да. А можем выбрать один. Точнее, это не столбцы, а таблицы. Таблицы в базе данных. Мы можем выбрать одну таблицу. Сейчас мы возьмем таблицу «SalesData». При выборе таблицы вы увидите столбцы, которые есть в этой таблице информация, которая в ней содержится. И снизу еще будет скрипт загрузки, который автоматически создается. Вы можете удалять столбцы, которые вам не надо загружать, и оставить только те столбцы, которые хотите видеть в приложении, с которыми работать. Я убрал два столбца. Теперь мне для того, чтобы вставить скрипт загрузки, мне надо нажать кнопку «Вставить скрипт». Процесс загрузки данных в программу можно разбить на нескольких этапах. Первое – это мы создаем подключение. Второе – мы выбираем данные, которые хотим загрузить. И третье – мы ставили скрипт, и этот скрипт можем отредактировать, если хотим. По умолчанию у меня здесь закомментарен оператор «load» – это оператор загрузки из скрипта. Я его могу раскомментарить и с этими данными дополнительно работать. Ну, вот смотрите, скрипт мы вставили. Теперь мы данные можем уже загрузить. Нажимаем кнопку «Загрузить данные». Программа начала загружать данные. Пока она загружает, скажу, что если у вас приложение делается на сервере, то все данные загружаются автоматически с заданной регулярностью из баз данных, которые настроены на подключение из источников данных. Так, ну, вот данные загружены. Теперь мы можем посмотреть на эти данные, как они выглядят в программе. Для этого нам надо перейти, нажать на компас и перейти в «Просмотр модели данных» в вкладку. Если мы нажмем просто на эту кнопку «Просмотр модели данных», то у нас вместо текущего листа откроется новый. Для того, чтобы в новом листе открылось, мы нажимаем на эту галочку, и у нас открывается структура данных, и мы видим, что у нас подгрузилась таблица «SalesData». Мы можем эту таблицу раскрыть и увидеть столбцы, в которой у нас таблица находится. Можем посмотреть на данные, которые в этой таблице находятся. Выделяем таблицу, и справа есть в правом верхнем углу предварительный просмотр данных. Здесь видим все столбцы. И видим, например, что дата у нас в формате, который не принят в нашей стране. То есть первый месяц, потом день, потом год, и все это через деление. И хотим эту дату преобразовать. На этапе загрузки мы можем это сделать. На этапе загрузки, возвращаемся назад в скрипт, в 허�ербе. Здесь мы можем преобразовать данные. Можем рассчитывать, делать какие-то предварительные расчеты, которыми потом уже либо Вы будете пользоваться, либо пользователь, который пользуется приложением, этими расчетами смогут пользоваться. Например, на этапе загрузки здесь даже можно сделать модели прогнозирования, которые будут рассчитывать прогнозы, и Вы уже будете этим прогнозами пользоваться. Это непросто, но мы, в принципе, это умеем делать уже. Ну, давайте, первая задача, самая простая, это преобразовать дату, которая у нас в неправильном формате. Для этого мы воспользуемся формулой. То есть такая формула data. Вот, когда я начинаю писать, то программа мне подсказывает, какие есть варианты и вообще формулы в программе, которые можно использовать. Вот видите, что здесь очень много формул и возможностей. Нам нужна формула date. Причем date, вот с таким вот решеткой. И я хочу преобразовать дату и преобразовать ее в формат, в понятной программе. Это вот, ну, как этот формат. Но для этого надо сказать программе, в каком формате сейчас дата находится. Мы видели с вами, что формат даты, он у нас вот идет месяц, день, год, через деление. Так, сейчас мы возьмем. Вот, вот, запись. Вот, ставлю. Здесь обязательно закипывает. И сейчас мы дату преобразуем. Еще раз сохраняем скрипт. Нажимаем кнопку «Загрузить данные». Теперь переходим в таблицу. Теперь переходим в таблицу. Загрузим. Сейчас мы закрываем. И еще раз. Так. Нажимаем шедеврку. Так. Так. дата у нас не преобразовалась но мы сейчас, наверное, тут, где тогда назовем информацию, ну так, чтобы сантимен не загружен Хотя все правильно, она здесь не должна преобразоваться, она потом в источнике данных преобразуется. Просто программе подскажем сейчас, в каком она виде, и когда мы будем уже с ней работать, то она уже будет в нормальном виде. Так, что еще можно сделать в этапе загрузки? Здесь можно делать предварительный расчет. Вот, например, у нас есть затраты, есть маржа, есть продажи. Мы можем взять и посчитать процент маржи. А единственное, что это надо делать, после того, как столбцы основные загрузились. То есть вот у нас сначала загрузились суммарные продажи, маржа, и теперь мы можем посчитать процент маржи. Для этого нам надо суммарные продажи, процент маржи разделить на продажи. И назовем это маржа процент. Теперь сохраняем скрипт, нажимаем кнопку «Загрузить данные», и у нас создастся новый столбец, в котором будет произведен этот расчет. Маржа по сумме, деленная на объем-продаж, у нас появится... Сейчас еще раз откроем модель данных. Вот у нас появился столбец. Вот такие возможности дает этап загрузки данных. То есть здесь можно существующие столбцы преобразовывать, рассчитывать новые данные, фильтровать данные и так далее. Давайте с вами подключимся теперь к папке. Для этого создадим новое подключение и выберем папку, в которой у нас лежат экселевские файлики. Так, это у нас есть с тебя, эта папка находится, то есть здесь текстовые данные, вот папка «Изданные». Назовем «Подключение». Так, теперь мы один раз создав подключение к этой папке, всегда можем к ней обращаться и выбирать файлы, которые в ней лежат. Точно так же, как и в базе данных мы сделали подключение, теперь можем каждый раз к базе данных обращаться, выбирать дополнительные столбцы, поля, которые в ней находятся. Давайте подгрузим файл с датами. Для этого создадим новую листь с подключениями. Сейчас напишем даты. И выберем файл «Date». Я его просто выбираю. У меня есть папка. Здесь «Выбрать данные» кнопка. Выбираю данные, выбираю файл. И программа говорит, какие столбцы, какая информация у меня содержится в экселевском файле. Слева у меня отображаются листы, которые содержатся в файле. Там сейчас один лист с датами. И в листе есть какие-то столбцы, которые программа показывает. Обязательно обратите внимание, чтобы у вас были имена полей, встроенные имена полей. Тогда первые строчки у вас будут столбцами, названием столбцов. Последующие уже данные, которые в таблице содержатся. То есть, если выбор имена отсутствует, то это будет таком. Если у вас встроены имена, то первые имена – это название столбцов. Так, теперь вставим этот скрипт. Вставили. Нажимаем кнопку «Сохранить». И нажимаем кнопку «Загрузить данные». Ну, вообще, при построении модели рекомендуется что делать. Вот вы сделали какое-то действие, загрузили данные. И потом мы переходим во вкладку «Просмотр модели данных». И проверяем, как у нас эти данные загрузились. Все ли посчиталось в том виде, в котором нам хотелось, связалось. Мы подгрузили новую столбец, новую таблицу. И видим, что у нас две таблицы, они связались автоматически. Как это произошло? У нас есть два поля одинаковых, два столбца одинаковых, которые в обоих таблицах одинаково называются. Да, date и date. И ClickSense, он автоматически связывает таблицы между собой по полям, по столбцам, которые называются одинаково. Вот у меня в первой загрузке есть поле «Дата» и в загрузке из базы есть тоже поле «Дата». И программа автоматически это определила и связала две таблицы. Теперь, выбирая, например, когда мы работаем с приложением, выбирая данные из таблицы продажи, продажи, у нас это будет автоматически фильтроваться данные в таблице «Дата». Будет отображаться когда, в каком месяце, в каком году у нас произошла та или иная продажа по тем фильтрам, которые мы сделаем. Так. Вот у нас мы выбрали первый файлик, подгрузили, и сделали связь разных источников, то есть мы связали с вами данные из базы данных с Excel-файлом, и связь у нас мы сделали по дате. То есть мы даты разложили на месяца, кварталы, года, недели, и связали с датой, которая есть в базе данных. Теперь мы можем фильтровать данные по месяцу, по кварталу, по неделе, по году и так далее. Так. Какие есть возможности в программе, в области загрузки, в области скриптов? Здесь есть возможность поиска. То есть найти, здесь у нас сейчас элементарные скрипты, и данных немного, столбцов немного, а может быть очень много. Нам надо найти какую-то информацию. Для этого мы можем воспользоваться поиском. Программа будет подсказывать, где есть упоминание, набранное нашими нами словами. Можем перейти. Можем заменить, если надо. И так далее. Также здесь есть возможность добавлять комментарии. То есть если мы хотим какой-то столбец закомментировать, чтобы он у нас не грузился, мы нажимаем вот эту кнопку, комментировать, удалить комментарий. Вот у нас столбец комментируется, при загрузке он не будет загружаться. Либо мы его можем просто удалить. Также комментариями вы можете себе делать какие-то напоминания, написать здесь, например, что. Можно сдвигать скрипт загрузки. И Максим на прошлом занятии спрашивал по поводу справки. Здесь есть режим справки. Если мы нажимаем кнопку режим справки, то все ключевые слова, по которым мы можем получить справку, они у нас подсвечиваются. Мы на них можем нажать. Например, на лод. Нажать. И программа автоматически меня перебрасывает на сервер справки и открывает сейчас откроет информацию, подробную информацию по выбранному параметру. Это функция 3. Нажимаем. И открывается справка. По этой функции. Часто есть примеры, они вот под ключиком здесь спрятаны. Как работать с такой функцией. Так. В режиме справки вы не можете вот редактировать скрипт, ничего с ним делать, только переходить по синим ссылкам. Так. Снимаем. Есть ли вопросы коллеги по этой первой части? Небольшой такой. А если в том файле Excel, который мы грузим, там не числа, а формулы, то что будет? Загрузите данные. Ну, преобразуется, естественно, цифра. Можем попробовать. Вот у меня этот файл, сейчас его открою. Сделаю какой-то расчет. Так. Здесь, к примеру, просто элементарная формула, как-то добавлю, да? Есть. Этая формула. Сейчас мы ее сохраним. И теперь еще раз добавим этот файл. Удалим скрипт, который мы уже сделали. Переходим в выбрать папку. Date. Выбрать. Вот. Видим, что предыдущий месяц, который я добавил расчет, он воспринимается как значение. Мы можем его вставить в скрипт. Загрузить. Сейчас перейдем в модель данных. И у нас появится новый столбец, который мы рассчитали в Excel. Вот у нас столбец предыдущий месяц. Да. Есть ли еще вопросы? Все понятно? Либо ничего не понятно? Ну, вам, скорее всего... Лучше черта в нем, понятно. Да. Большинству пользователей клика с этим не надо работать, но если хотите какой-то файл подгрузить, обычно возникает такая потребность. Вот. Желательно, конечно, знать, как это делать. Поэтому об этом важно рассказать и показать, как с этим работать, какие проблемы могут возникнуть. Так. Смотрите, мы на этапе загрузки также можем переименовать столбцы оператором S. То есть у нас есть наши столбцы, которые загружаются из базы данных. И если мы хотим какой-то столбец переименовать, то нам надо добавить кратер S и написать, то есть как. Вот у нас есть дата счета, да, но мы хотим, чтобы оно называлось в одно слово. Возьгай. Да. И теперь у нас в нашей таблице загруженный вот этот столбец будет переименован и вот под следующим названием. Для чего это надо? Для того, чтобы если у нас, например, в разных таблицах мы знаем, что есть одинаковые столбцы, ну, например, здесь у нас не дата называется, а дата 1, да, а вот. А здесь у нас дата. То для того, чтобы переименовать и связать столбцы, нам, для того, чтобы переименовать и связать таблицы между собой, нам надо столбцы ключевые переименовать. Для этого мы можем воспользоваться этим оператором S. Зная, к какому столбцу нам надо привязать нашу табличку, подгружаем, мы пишем S и название столбца и нажимаем сохранить и загрузить. Не переименовался ошибками, потому что я вот здесь вот, извините, поставил, здесь нельзя один вставить, надо вот здесь вот так поставить. То есть, вот так вот. Но если я сейчас здесь вот нарушу связь, вот я вот сейчас переименую, посмотрим, у меня разорвется связь с таблицей, с датами. Так, закрыть. Рассмотр модели данных. Видно, что две таблицы, они перестали быть уже не связаны между собой, потому что мы в первой таблице продаж мы нашу столбец ключевой дата переименовали и назвали его дата 1. Теперь, если я буду фильтровать приложение даты, то эти фильтры никак не будут связаны с продажами. То есть, буду выбирать месяца, продажи от этого никак не будут фильтроваться, пересчитываться, изменяться, потому что нету связи между источниками. Вот. Чтобы вернуть назад связь, мне просто надо поменять здесь название, сохранить и еще раз загрузить данные. Теперь у нас связь остановилась и две таблички связаны между собой и можно с ними работать. Так. Также мы можем с уже загруженными таблицами, на них ссылаться, на эти таблицы и создавать новые таблицы промежуточные с расчетами различных показателей. Но для этого нам надо наши таблицы, чтобы как-то назывались. И вот для того, чтобы таблицу назвать, нам надо сейчас назовем ее в sales табл придумать какое-то название и поставить перед скриптом загрузки написать название и поставить двоеточие. Так мы называем таблицы и впоследствии не можем обращаться к этим таблицам чуть ниже и делать какие-то более сложные расчеты, группировки, чтобы уже работать в памяти с тем, что загружено, а не каждый раз загружать. Потому что этап загрузки он очень трудоем для программы. Когда уже данные загружены, вы можете их преобразовывать и с ними работать. То есть мы взяли, назвали таблицу продажи. И теперь можем к этой таблице обратиться. Для этого в программе есть такое слово ключевой резидент, которое нам, в которой программе говорит, откуда взять данные. И можем сделать такой небольшой расчет по количеству заказов по клиентам. Хотим рассчитать какое у нас количество заказов по клиентам. И назовем, например, таблицу регулярность. новую таблицу. Создаем новую таблицу регулярность. И можем и загружаем данные. Есть кооператор лодж и загрузка. и загружаем кастомер номер клиента. И делаем расчет по количеству заказов. Тут мы считаем количество заказов уникальных и называем этот столбец количества заказов. И говорим, что вот эту табличку данные мы берем резидент, пишем слово ключевое, берем из таблицы sales table 1. Ну здесь конечно для простых пользователей это все непросто, но надо просто понимать, что так можно делать. Что можно данные, которые вы загрузили уже единожды, взять их повторно и сделать какой-то расчет здесь на языке SQL таком своеобразном сделать запись, обратиться к таблице и рассчитать количество заказов по клиентам. Потом по этому полю количество заказов мы можем фильтровать, мы можем эту полю сгруппировать и делать фильтры, например, выбирать клиентов, которые делают больше заказов больше среднего, либо какое-то конкретное количество заказов, посмотреть, что это за клиенты, сколько они покупают, как часто они покупают, где они находятся, кто с ними работает и так далее. Давайте сохраним, загрузим данные и увидим, что программа загрузит данные и сделает дополнительный расчет, создаст новую таблицу регулярность, которую поместит. Переходим, у нас появилась новая таблица, в которой есть расчет показателя количества заказов по клиенту. Самое главное понимать, что кликсенд связывает таблицы между собой по одинаковым названиям столбцов. Также кликсенд сможет связать две таблицы между собой, если все столбцы в двух таблицах одинаково называются. Если все столбцы в двух таблицах одинаково называются, то кликсенд автоматически эти таблицы объединит в одну таблицу и слепит одну большую таблицу. Есть ли вопросы коллеги по работе, по загрузке данных в программу. Пишина, наверное, все понятно. С какими проблемами можно столкнуться при загрузке данных? Первое, это циклические ссылки. Вообще, кликсенс и кликвью это программы, которые вышли из экселя когда-то. То есть первые разработки клика это был в виде макросов для экселя. Это было в 90-х годах, в 93-м году первые. Просто два таких ученых придумали, что надо для простоты восприятия информации в экселе сделать фильтры, которые по цвету будут включаться. Если фильтр выбран, то зелененькое. Если есть связь, то белый. Белым подсвечивать, если связи нет, то серым, либо темно-серым. И это все работало в экселе. Но в какой-то момент эксель перестал. удовлетворять потребностям клиентов этих двух ученых. И они решили создать свой движок полностью. И по сути клик, он чем-то напоминает эксель. Единственное, что есть такие более развернутые возможности по загрузке данных. Кликсенс уже вообще, в принципе, далек от экселя. Единственное, формула ему может напоминать. То есть формулы похожи. Вот и принцип работы. Объекты похожи. Визуализации. Но в клике есть такая же штука, циклические ссылки, как в экселе. Наверное, сталкивались с циклическими ссылками, когда у вас несколько ячеек друг на друга ссылаются по кругу. И в итоге предпочитать ничего программа не может. Здесь тоже есть эта проблема. Как везде. То есть... И есть возможность с этим столкнуться с циклическими ссылками. Я сейчас покажу, что это такое. И как от них вообще избавляться. Давайте создадим новый раздел в программе. Назовем раздел региона. И загрузим новый файл из папки, которую мы уже один раз подключили к программе. И загрузим файл региона.txt. То есть мы с вами и экселевский файл загружали, а теперь и текстовый файл загружаем. Мы его выбираем, подгружаем. И здесь обратите внимание, что когда мы подгружаем текстовый файл, обязательно надо поставить, что встроены имена полей. Ну, так же, как и с экселем, но здесь обычно он не подсказывает. В экселе догадывается, что это название столбцов. А в текстовом файле почему-то нет. Поэтому надо взять и выбрать, что встроены имена полей, и тогда у вас имена полей пойдут в заголовок. Так же вы можете здесь отменить, какие-то столбцы убрать, если не хотите загружать. Есть разные варианты загрузки. Мы сейчас не будем рассматривать. Можно писать комментарий, например, для себя же, что это за загрузку. Сейчас рассматриваем циклические ссылки. Вставляем скрипт, сохраняем, и загружаем. Вот у нас забавился скрипт. Загружаем данные. И видим, что программа на нас ругается и говорит, что мы сделали циклическую ссылку. Как это выглядит вообще внутри? Переходим в модель и видим, что у нас появились красные полосочки. И видно, что таблицы, часть таблиц зациклена между собой. Вот. И по кругу связаны. Да, вот видно. Так не должно быть, и этого надо избегать, иначе у вас будут неправильные результаты, расчеты, показатели, потому что внутри программы будут созданы массивы, которых в реальности нет. Вот. И все расчеты, которые вы будете делать, они будут с ошибками или вообще не будут делаться. Ну вот. Как решить вот эту проблему с циклическими ссылками? Для этого нам надо понять, по какому полю у нас произошла, где у нас циклическая ссылка. Сейчас вернусь. Магрегганы. Так. Сейчас мы Магрегганы. Вот мы с вами подгрузили новую табличку регион, да? И мы видим, что у нас регионы, связанные с таблицей продажи по ключевому полю SalesK, да? И также связанные с датами по неделям. вот. Также даты у нас, а уже даты связаны с датами с продажами. Нам надо на самом деле решить, что нам удалить. По сути, здесь нам надо в регионах удалить два эти столбца и неделя, и продажа, чтобы циклическую ссылку это убрать. удаляем. Мы эти два струкции удаляем. Сохраняем, загружаем. А в модели данных нельзя сразу ссылку это убить? В модели данных нет. Эта модель данных она для того, чтобы просто посмотреть, как у нас данные организованы. А данные, они уже в программе находятся, и они уже внутри связались. Для того, чтобы их изменить, их надо еще раз загрузить. И здесь вот у меня ошибка вылезла. Почему ошибка вылезла? Потому что я запятую здесь набрал. Запятую надо убрать. Еще раз сохранить. Теперь загрузить. И теперь мы видим, что у нас нет циклической ссылки. Табличка с региона у нас была отдельно, никак не связана. И для того, чтобы циклическую ссылку убить, надо отредактировать скрипт от какого-то столбца отказаться, который создает зацикленность. Можно было, в принципе, отказаться от недель и уже бы была связь по ключевому полю. вот так. Селс, там у нас кей был ключевое поле. И уже бы была нормальная связь между таблицами. И с регионом можно было работать. То есть для того, чтобы ссылку циклическую убрать, нам надо просто удалить столбец, который зацикливает. Ну, в нашем случае это, кстати, было недели. Вот. Редактируем скрипт, загружаем данные, смотрим, есть ли циклическая ссылка. Следующая проблема это синтетические ключи. Что это такое? На самом деле, вот в модели данных с двумя проблемами обычно разработчики борются. Это циклические ссылки и синтетические ключи. Что такое синтетические ключи? Сейчас мы с вами рассмотрим. Давайте добавим новый скрипт и назовем его клиентом. И выберем табличку экселевскую. Поставим, если называется табличка. Выбираем ее и загружаем. Все. Собираем скрипт. Сохраняем и отображаем данные. И вот при загрузке данных программа Рогнулась, не закрылась. Сейчас покажу, что у нас произошло. У нас создалась новая табличка. Вот такая промежуточная. Так, где она? Вот эта новая табличка. Sync Table. Что это такое? Это вот у нас как раз синтетический ключ. И что это за синтетический ключ? Это связь одной таблицы с другой по двум столбцам. То есть вот у меня есть в одной таблице регион, который мы только что загрузили. Регион и код региона. И во второй таблице у меня есть регион и код региона. И создалась такая промежуточная таблица синхронизирующая, которая две эти столбницы по двум столбцам связала. Это плохо для программы. Это влияет на скорость загрузки и может повлиять на результаты расчетов. И вот этого ситуации надо избегать. То есть если у вас создался синтетический ключ, то его надо устранять. Сейчас я покажу еще раз, что это такое. Ну, надо, когда мы создаем, если вдруг появился синтетический ключ, для того, чтобы его разобрать, мы можем выполнить еще раз загрузку. Надо вот здесь галочку убрать, закрыть после успешного завершения. и программа нам говорит, по каким полям у нас создался этот ключ. Она подсказывает, что по региону и коду регионов у нас создался ключ. для того, чтобы этот ключ нам убрать, мы можем что сделать? Нам надо просто одну из полей удалить в одну из таблиц. Мы можем удалить либо таблицы регион, код региона, но нам тогда надо понимать, какой у нас первоисточник данных. Если у нас первоисточник данных регионы под регионом, то есть база регионов это у нас первоисточник данных, то мы не из этой таблицы убираем, а мы убираем, например, из клиентов. В клиентах мы код региона оставляем, а регион убираем, потому что мы знаем, что все регионы у нас есть в таблице региона, и по коду региона у нас произойдет связь. В принципе, мы по коду региона получим название региона. Я сейчас убрал название региона из таблицы клиенты нажимаем загрузить данные и вот мы видим что выполнение после выполнения скрипта у нас поле описание загрузки она белая нет никаких проблем закрываем это поле переходим в модель данных и видно что у нас все таблицы между собой связаны динарными связями нет никаких синтетических ключей циклических ссылок и так далее сможете почитать что это такое принципе модель данных у нас для программы готова мы с вами загрузили базу продаж структуру продаж регионы название региона подгрузили с вами календарь небольшой такой и клиентов название клиентов так как у нас в основной базе не было название клиентов у нас были только хода клиентов то мы подгрузив клиентов теперь можем работать с их название так и получили модель данных теперь мы можем перейти в приложение приложение создаем новый лист открываем этот лист и нажимаем кнопку изменить слева мы видим инструменты но наши графики таблицы диаграммы также видим столбцы которые мы погрузили вот у нас все наши рабочие поля с которым можем работать ну и дополнительные измерения меры визуализации которые можем создавать теперь нам что надо теперь нам надо создать какое-то приложение то что мы в принципе уже рассматривали да как создавать приложение мы можем дать понять какой у нас клиент самый большой по объему продаж добавляем измерение измерение у нас клиент добавляем меру мы видим что у нас бьем который дает максимальной продажи вот мы можем добавить фильтры например по времени у нас есть да там добавляем еще измерение месяц добавляем фильтр квартал год добавляем измерение клиент и меры продажи вот такое сделаем небольшое приложение по-быстрому так если вопросы но у нас сегодня занятие по загрузке данных они по работе с ними уже в приложении вот если вопросы именно по редактору загрузки данных и все ли понятно как с этим работать что тут какие есть проблемы но вот самые большие проблемы это конечно эти синтетические ключи и циклические ссылки то есть добавили новую табличку загрузили посмотрели в модель данных если все хорошо никаких проблем нету то работаем дальше добавляем новую табличку выводим эти поля уже приложение есть приложение делаем расчеты визуализируем рассчитываем показатели и так далее есть ли вопросы коллеги нет вопрос все понятно да пользователи с этим не будет скорее всего работать но может продвинутый пользователь у нас таких мало мало да но вы можете к этому стремиться посмотрел посмотрели в принципе ничего сложного нету взяли вот ничего сложного почитайте книжечку по аксессу там тоже самое да в принципе похоже на аксесс на и скей то есть по сути да очень сильно похоже и то же самое так ну тогда перейду к следующей части такой экспресс еще части для пользоваться то есть вот то что я сейчас показал это такой более более менее для профессионалов которые умеют уже с аксессом работать там с киелем с базами данных знакомы да но есть возможность и пользователю без знаний вообще аксессов тоже загрузить данные и клики для этого есть возможность я значит это приложение сейчас закрываю и делаю новое приложение как назовем его настройку сделали как их загружать а можно как-то в другое приложение те же самые настройки перетащить как-то но вы просто берете копируете приложение все странички оставляет мне нужно совсем новое приложение сделать с разными другого рода визуализации данными отчетами при этом источник данных у меня тот же самый приложение используется сотрудника других целей единожды настроенную модель загрузки данных как мне вот новые перетянуть скопировать старое удалить все страницы в нем и начать в нем делать либо есть какой-то механизм более но академически вы можете скрипты все скопировать тут все равно надо что-то копировать то есть если приложение есть его можно просто продублировать да как сказать в источнике где она лежит то есть на сервере его скопировать переименовать сделать другое приложение открыть в принципе удалить листы это очень быстро то есть вот вы открываете какое-то приложение да здесь листы удалить это две минуты ну даже минуту наверное вот скрипт сделать хороший это вот реально работа тяжелая вот как программисты я бы вот так рекомендовал сделать в принципе так наверно будет легче всего но второй вариант это копировать скрипты скрипты копировать будет дольше это можно чего-нибудь не так вставить и будет из-за этого ошибка потому что когда вы копируете скрипт там текст какой-то до содержится можете где-то что-то не не докопировать не полностью скопировать из-за этого больше вообще перестать работать когда вы полностью приложение копируете в принципе у вас все должно сохраниться именно данные которые загружаются уже настроенные загрузки дальше вам остается только уже настроить визуализации ну вот удалить старые создать новые в принципе это быстро делается значит смотрите есть еще второй вариант добавления данных в первом вариант мы с вами рассмотрели это для таких продвинутых пользователей редактор загрузки данных а есть второй вариант это просто перекидываем данные из создаем приложение новое вот я сейчас создал и берем какую-то табличку экселевскую вот я взял табличку кликсенс воркшоп да перетаскиваем ее в кликью вот просто обычный дропом бросаю файл сюда и программа понимает что это экселевский файл что в нем содержится данные и вы видите уже автоматически открывается скрипт вот такой редактор загрузки дактор добавления данных здесь видно листы которые содержатся в этом экселевском файле я могу добавить все листы в каждом листе могу посмотреть какая содержится информация что-то убрать что-то добавить поставщики работники продукты категории заказы вот у меня эти таблички все есть и теперь я еще могу перед тем как загрузить данные клик я могу нажать кнопку подготовить данные нажимаем кнопку подготовить данные и клик их загружает и здесь отображает какие он таблички предварительно хочет загрузить нажимаем кнопку ассоциации и в таком визуальном виде вы можете связать разные таблички между собой например если у вас в одной таблице называются один столбец называется там клиенты во второй клиенты номер один к примеру или клиенты там ВКТ называется но по сути это один и тот же столбец и вы хотите их связать программа вам подсказывает какие есть вообще связи и если вы открываете вот эту ассоциацию то здесь есть ассоциация да то здесь вы можете увидеть что например программа говорит категории связанные со столбцом order id очень похожи на 92 процента эти два столбца вот то есть вот есть похожесть между вот этим столбцом и вот этим столбцом но здесь надо быть аккуратным они могут быть похожи потому что цифры одинаковые ну к примеру здесь однишники номера и здесь номера они на 92 процента похожи вот но мы понимаем что категории заказами вообще никак не связаны и связывать не надо потом переходим на следующее вот он и говорит что категории с месяцами у нас связались потому что номер месяца и категории вот одинаковые данные похожи очень вот с поставщиками связано и вот здесь мы можем пройти по всем каблицам и например в следующем предполагаемой связи мы видим что у нас есть products id и product id и мы знаем что это одинаковые столбцы которые надо связать и мы просто нажимаем на эти два столбца видим что у нас есть product id и products id мы понимаем что это одинаковые столбцы их надо связать для этого мы как до этого делали в редакторе загрузки мы бы переименовали products id и написали product s products id а здесь мы можем просто кнопками не зная кода это сделать для этого мы просто выделяем эту связь и решаем какое название выбрать для столбцов мы можем использовать название products id можем использовать название product id либо свое название какое-то написать продукты например ну давайте вот используем связь products и все у нас программа автоматически связала эти два столбца и вам здесь показалось что эта связь стала черненькая такая то есть не беленький столбец он стал черный и связали мы их по одному названию product id вот ну дальше посмотрим можно также разорвать связь есть кнопка разорвать связь так выбрали разорвать токущую связь если это надо и вы можете вот так вот пройти между всеми возможными связями посмотреть на них понять надо их если что-то надо связать не в скрипте это делать как я до этого делал а вот в таком визуальной форме ну так все связать очень удобно для пользователя который не знает программирования не знает как работать с базами данных но в принципе понимает как организована программа это можно вот здесь вот сделать для того чтобы вы понимали как программа работает и как она организована я вам вот эту первую часть показал да как она внутри а сейчас в принципе представление у вас должно уже появиться и теперь вы по идее должны правильно связывать вот эти вот все столбцы между собой вот если бы я вам это не показал то здесь было непонятно что с этим делать как с этим работать вот поэтому вот такая штука вот ну и в принципе мы сохраняем ассоциации определили какие у нас есть сохраняем эти связи нажимаем кнопку готово загрузить данные и программа загрузила все наши данные клип вот у нас все эти столбцы есть кратчинка устала чувствовать ну сейчас все уже заканчиваем почти все показал вот причем можно увидеть что программа еще автоматически создала календарит и помните мы с вами подгружали табличку и целевскую и в экселевской табличке у нас был дата разбита на год месяц квартал а здесь программа автоматически взяла дату и разбила ее еще на год месяц квартал дни недели ну на самое популярное измерение времени с которым мы отдельно можете уже работать вот ну все в принципе здесь мы начинаем уже построение приложения добавляем добавляем таблички создаем измерения которые хотим вложенные измерения меры расчетные вот и делаем наше аналитическое приложение и работаем уже с ним так есть ли вопросы коллеги по загрузке данных по и построению модели ну вам надо понимать что то что я показываю это такой начальный уровень то есть программа очень мощная в плане разработки если посмотреть сколько там формул есть в программе то уже можно понять вот что это очень мощная программа и много всего в ней можно сделать вот если знать что хочешь и как это сделать вот данные можно предрасчитывать и готовить для анализа на этапе загрузки то есть и например какие-то сложные очень вычисления их лучше на этапе загрузки делать потому что если вы будете делать сложные вычисления на этапе уже приложения то может просто приложение не потянуть если они очень сложные то есть например прогнозы с моделями там разными на этапе приложения здесь их не сделать просто потому что количество вычислений которые необходимо произвести программа не вытащит почему значит суть программы в чем она в оперативной почему она делает так быстро отчет мы с вами например делаем любой отчет и он практически моментально мы можем сделать табличку накидать с расчетом любую любого количества показателей одно на другое разделить вывести если брать 1с или другую учетную систему любую там любой какой-то вот систему управления предприятием да где статистика формируется там отчетность очень долго делается да и очень долго формируются эти отчеты а здесь все очень быстро почему потому что все вычисления производится в оперативной памяти вот все расчеты они в оперативной памяти висят все данные которые мы загрузили они у меня честно в оперативной памяти сохранены я ими поэтому могу быстро очень оперировать рассчитывать перерассчитывать и так далее них не надо ниоткуда подкачивать загружать и выгружать все эти данные очень в быстром доступе вот и когда данных становится очень много и этапов вот вычислений очень много на том в оперативной памяти то приложение может я такое редко видел но реально бывает что если прям очень сильно перегрузишь то она может рассчитывать там ну какой-то длительный промежуток времени может вообще не рассчитать вот но это надо прям очень навернуть то есть я думаю что пока вам вряд ли это грозит вот поэтому надо знать просто что если какие-то вы хотите сделать сложные вычисления которые в оперативной памяти программа не может потянуть физически вот сложные вычисления это формулы которые я могу показать пример по-быстрому так ярмарно здесь у меня конечно все рассчитывается но это еще так данные еще третьим здесь вот ну это еще небольшая формула она а формула самом деле может быть три этажа и когда данных загружено приложение много сейчас это просто в этом приложении который открыл днем немного данных если данных очень много то программа в оперативной памяти начинает все это пересчитывать и она может просто не потянуть и просто ничего не посчитать он зависнуть и все это я сразу пугаюсь такое бывает иногда у всех программ есть ограничения но клик сенсии еще с этим не сталкивался вот такие были ограничения вот я с ними регулярно сталкивался алексей а правильно понимаешь такая проблема лечится тем что на этапе загрузки да ей вот эти расчеты сложные расчеты их можно сделать на этапе загрузки данных и если вы предрассчитаете уже какие-то измерения то вы будете просто результатом этим пользоваться вот на минимальном уровне вы можете сделать расчеты те которые надо и потом уже агрегировать их и приложение вот эти длинные формулы их можно сделать на этапе загрузки просто надо знать как поэтому тут есть путь если у вас не считается какой-то сложный показатель вот как рейтинг например если бы немного было данных он бы мог тут подзависнуть в самом приложении то вот этот рейтинг он прям можно сделать на этапе загрузки то же самое с прогнозами прогнозы в самом приложении вот здесь можно какие-то элементарные тренды построить но если надо выделять сезонность понимать там если продажи за последний период готовить данные выбросы чистить то в программе вот здесь вот это можно сделать но программа просто зависит из количества вычислений не потянет вот на этапе загрузки это можно предрассчитать и потом результатами просто пользоваться так как у вас в принципе расчеты которые вы делаете вот здесь по сути это данные которые вы загрузили в программу вот и в процессе загрузки вы это все рассчитываете и потом уже детьми результатами пользуетесь вы можете рассчитывать там сервер сказать серверу хоть каждый час перерасчитывать обновлять не будет 1 час все обновлять ну вот вот такая штука если вопросу надежда кравченко есть у вас вопрос вопросов нет вопросов нет на следующем занятии коллеги мы с вами рассмотрим как делать презентации вот и я вам покажу какие-то более-менее таких продвинутые фишки поработать с программой надеюсь что вы уже начнете работать с кликсенсом появятся вопросы то есть у меня та идея была какая что вы напишите вопросы мне вот пойти спросил напишите мне вопросы которые хотите на которые хотите найти ответы в программе у меня была идея какая что вы мне вопросы напишите я вас попрошу их сделать вот и когда вы начнете их делать у вас появились бы вопросы уже при работе по работе с программой и мы будем на занятии эти вопросы рассмотреть но к сожалению так не получается поэтому будем уже делать как как есть нам надо с этим слушай поговорить как там пользователи правильно да миша миша сегодня напишет в принципе писал он не сказал что писал но но мне что-то в skype не ответил если честно да пусть они ответил странно сейчас его попрошу напишет так коллеги ну если вопросов нету и все понятно тогда на сегодня все что я вам хотел рассказать всем хорошего дня отличных выходных и тогда до вторника в час дня мы с вами спасибо алексей продолжаем спасибо спасибо все это с вами